Субтитры делал DimaTorzok В 1984 году там построен, он построен как Домский собор, потому что как раз в эти годы 1880 и по 1330 год в Риге и вообще в Ливонии идет так называемая Ливонская гражданская война. Это первый раз, когда магистр выселяется из Риги и не живет в Риге. И вот до этого 1330 года, это несколько магистров здесь живут, это его собор. Потом он получает имя святого Яниса или Иоанна, да. И между прочим освящают этот собор, это тоже как раз день Яниса, Новый год, да. Вот, собор самый большой, собор каменный вне Риги того времени. Почему? Потому что магистр и рижский архиебископ это вообще-то все время люди, которые друг другу должны доказать, кто сильнее, кто могущественнее, у кого больше силы, у кого больше денег и так далее. Иногда они живут весьма дружно и ладно, тогда магистр проживает в Риге, но иногда бывает, что он здесь. А уже в последние годы, уже пока существовал орден, магистры все травили отсюда, да. Ну, а это без садов, без садов. Вот, а мы за ним. Башенная часть намного моложе. Вот, когда мы туда зайдем, я вам покажу старый вход с этими, ну, синими, как они... Борельефами. Борельефами, да. А также вот эти контрафорсы, все эти построечки, которые сейчас есть, которых уже сейчас нет, меняется вид собора. Собор горел, я посчитала, целых семь раз. Целых семь раз были пожары. Пожары были не только в соборе, были в городе, и город сам сгорал. Но после самого большого пожара 1748 году в августе, уже больше собор не горел, слава Богу, и отстраивался. Но вот эти контрафорсы нужны были, тоже не в одновременно они построены, эти постарше, те помоложе на той стороне. Потому что, конечно, стены от всех этих невзгод, от огня, от дождя, от мороза, конечно, не становятся крепче. Тем более, что все наши цельсийские строения, здесь-то не так видно, но когда мы зайдем, они из доломита. А доломит, он в себя очень много забирает влаги и потом разрушается, да. А какого времени эти контрафорсы? Контрафорсы начали строиться уже в светское время, это 17 век. Это 17 век. Они, если посмотреть в этих материалах, там даже мотивировка есть, в каких годах, что где строят. То, что в них заложено, или какие-нибудь надписи, или вот мы посмотрим, а как у нас там тут куча, как мы говорим. Да, они в разных годах ставят сюда, а доломит, откуда их ставят. Ты нас под ногами везде лежит. Вот, например, эту перестройку большую, то есть, там, да, тогда, опа, осторожно. Тогда, тогда как раз выгребался, как начальство, это, ну, канава, как-то, вот, откуда, вот, откуда просто брали, ну, и постройку. Ну, этот камень, наверное, всем рижанам известно. Самый, самый знакомый камень в Цесисе, да? А если кто не знает, то это тот, почему рижаны нас из Цесисе считают очень высокомерными. Это в буквальном смысле, потому что вот по метражу этот камень, на котором раньше находился сундук для пожертвований, находится на той высоте, по метражу, на дуэровне моря, где... Петушок Петра Первого. Петра. О, серфи Петра. Извините. Собор Петра, да? Собор Петра. Это очень точность, да? Они говорят, нет, ну, там есть разница в метрах, но мы не будем мелочить. То есть, вот этот круглый, да? Все равно, даже географический наряжанс, но кругленький. Извините, просите. Не маленький, а... Но я вижу, но... Я не вижу, не маленький. Маленький сверху, вот он круглый этот. Когда проходили по Мудру, вы увидели, что важнее целые сто лет выглядело совсем иначе. Вот после этого большого пожара, что я уже упомянула, когда за полчаса сгорает весь город и рушится собор, и в городе, говорят, остается только три дома более-менее, да? Тридцать четыре человека даже погибает. Представьте себе, что за полчаса, ветренный день, все сгорает дохла. Конечно, большинство были деревянные дома в то время, да? Тогда наш местный мастер строит вот башни, она... Ну, так отойдем будет, лучше видно. Она только эта, первая часть высоты. И вот, вы видите, там в музее был такой петушок. Вот, вот там был рисунок, это шорт, это шорт, это шорт, который был. Это был в 1834 году, по моему году, но могу я ошибиться, пару лет туда туда, да? Не надо. И вот, вот здесь наш местный мастер Сарринс-Маркис, который всегда называет последним милом, отстань, отстань и отстань. Мы видим, что это может быть, это может быть, как и в Брест-марке, и в Брест-марке, и в Брест-марке. в которой мы можем работать мы можем работать в солнечном числе в солнечном числе в территории 4 в районе 2 глина в районе 3 глина на графе 1744 написано это местный учитель математики вот считал что был в речке данным местное время и вот это Аковенскел Он живет по местному времени, но и мы это можем делать. Это ориентировано на юг, но, увы, с некоторых времен эти часы показывают или вообще не показывают, если солнца нет, из-за нашего небоскреба. А этот дом у нас до позапрошлого года назывался Трессиский Небоскреб. Это единственный дом, который имел Трессиский этажей. Остальные все ниже. Но, как открыли вот наш новый концертный зал, мы строим улицу. Так что, название Трессиско-классное поклоняется в городе. Так, мы не моим ответом, пойдем на площадь, где мы в городе, где мы еще подойдем, надо искать немножко, где, а где потихоньку. А домские соборы не были только епископские церкви? Об этом идет речь. Не только епископские церкви, разве были домские? Я не могу сказать, почему. Я это просто прочитала из-за сны. То есть, в литературе такое есть? Да, это я взяла из литературы, что он таким образом назывался в начале. Может быть... Противовес. Может быть... Да, в 13-м столетии так называли, а потом епископ запротестовал. Но я принимаю это как версию возможную, да? Так, мы остановимся в середине нашего... Наша рожа Лаукомса, площадь розового, как вы чуете, розового не пахнет, да? И не пахнет довольно-то уже давно, но... Ой-ой-ой! В цветы жизни побежали! Ну, боженок! Ну, эта площадь, конечно, обосновалась как второй рынок города. Обстроение нам было намного плотнее, и все тут находилось то, что нужно на рыночной площади. А что нужно? Нужны церкви, нужны были кабачки, нужно было где торговать. Ратуша была тут. Ратуша, угол находился вот под тем последним крылом города. Первая ратуша. Первая ратуша, которая сгорела вот в этом большом пожаре. Находился тут, где приблизительно машина стоит, как вы думаете, что столб позора. Да, наказывали людей как раз здесь вот, на рыночной площади. Находился здесь, конечно, и колодец. А колодец сейчас у нас выглядит очень интересно. Называем мы его, не только мы, китайским домиком. Я говорю, ну а как, Цессис же прославился на всю Латвию, что тут китайцы. Ну как им не приезжать, когда тут китайский домик стоит, да? Ну нет, это оказывается даже и не китайский, потому что этот домик такой над этим колодцем соорудили в честь первой радиопередачи. А первая радиопередача была ничто другое, как... Оп, 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 это может быть не шутки. Это минидер другое. Янити. Янити. Я знаю, что мы сейчас сейчас стоим за первую латвию, за первую латвию. Да? Китайский домик. Да? Китайский домик. Очень милый. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. 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 Мы не уходим далеко, да? Ну вот. Насчет китайского домика. Первая передача, как вы знаете, была «Мадам Баттерфляй» или «Чо-Чо-Сан». Но то, что она была японкой... Мы тоже не слишком различаем, это казах или это узбек, да? Так как они оттуда путают то ли литовцы, то ли латыши. Ну так у нас, и китайские домики, и все. Но история, конечно, интересная. Но сказание документально доказано, что здесь действительно проезжал шведский король, ну как его, Густав II Адольф? Нет, Густав II Адольф. Густав II Адольф был тот, который наш город и всю половинку отдалил своему Ксеншерну, своему канцлеру. А уже Карл XII был тот, который уже сражался и потерял эти все угодия. Но все равно он тут якобы сидел на этом колодце, пил воду и хвалил ее. Я думаю, когда ты проскакал на лошади, ты из лошади попьешь и будешь говорить. Вот именно. Но тем не менее, сказка хорошая и все хорошо. А все-таки вот эта связь с Чиосаном. Ну была передача. Да, ой, извините, была передача. А кто создал латвийское радио? Это Карлес Линтерс. Он из Цесиса. А мы пройдем ту школу, где он учился. Там тоже знаменитые люди, их там назову. Вот и в честь этой первой радиопередачи и в почет Яну Сулейнтеру был создан этот домик там, да? Ну история там очень интересная. Потом были годы, когда там уже был не колодец, а публичный туалет. А как сказано, не делайте что там в колодец, да? Потом там устроили магазинчик духов. Связано. Ну да, сразу. Потом там был магазинчик продажи музыкальных записей. Ну тоже можно подумать, связан с какими-то шумами, да? Ну сейчас там гастрономия. В общем, все меняется, все делается. Смотрим на этот домик. Это один из больших домов, который отстроился сразу после этого большого пожара. Там дом был и раньше, сколько как свидетельствуют документы. Чем он нам знаменит? Для нас, Латышей, он знаменит тем, что там, в этом домике, родился Альфред Скаменч. Это его родной дом. Правда, он недолго там проживал вместе с своими родителями, которые там были служащими. Они тогда переехали в другое место. Немецким группам, я говорю, это Адлиге Музе. Общество, культура, пение, театры и так далее. И если вот вы вчера слушали Риште, радио, там была очень хорошая передача насчет зала… Зала Вагнера. Да. Ну, Вагнера зала, да. Первый театр. Здесь эта муза основалась на пять лет раньше. И это был первый вот такой, ну, типа общественного, клуба официального, да. Вот они тут довольно долго действовали, а потом уже они перешли тоже туда, где-где-где были побольше помещений. Это стало слишком мало места нету. И тут был один из первых кинотеатров Цесиси. Цесиси раньше сейчас только один, а уже в начале прошлого столетия в городе были даже целых три кинотеатра, да. Этот красивый дом, спрашивайте, что это. Это наш местный мастер по строительству построил для общественного… …публичного… Паша из края издал в Сабиадриево. Взаимного кредита. Взаимного кредита, да. Ну, тут разное было. У нас сейчас тут наш вуз один из… Это Рижская педагогическая академия. Ну, стадо не слово, как мы ее называем, да. Что мы еще тут видим? Вот эти все дома… Это уже отстраивалось, когда город… Все-таки некоторые дома остались деревянными, да. Хотя был издан приказ, я все смотрю, чтобы наш пастор не прошел мимо. И эти дома все сейчас могут отстраиваться только с таким фасадом, как они были, да. А вообще-то вы знаете сами, что два города только в Латвии есть, где весь старый город, как памятник архитектуры. Не из-за зданий, хотя и отдельные здания ценные, но именно из-за этого, что здесь сохранились эти… Парцелация вот средневековые, которые в большинстве везде разрушены. Ну, а кроме того, эта площадь очень-очень хорошенькая тем, что я вас всех приглашаю сюда во время адвента. Здесь у нас стоит тоже ель. Центральная площадь на Вене, Ярослав тоже. Это, как вы заметили, тут тоже лампочки. Этот весь каштан сделает лампочкой. Здесь ель. И каждое воскресенье. В 7 часов вечера наши люди из духового оркестра поднимаются туда, на башню. Играет рождественную музыку. Вечером темно, но свет горит, ёлка горит. Чай горячий и горячее вино тут тоже есть. В общем, романтика полная. Ну, пойдёмте. Это все летели. А вот, чтобы сосислено или員 Küрия на его Puisque. Вы видите, там как будто что-то содрано, вот круглые несколько костов, а сверху еще было, так как будто трубки органов, да, потому что он здесь на этом органе сам играл. Вот это тоже одна из достопримечательностей, еще лето, Пизанская, наша местная Пизанская башня, да, и между прочим, еще летом там стояла, продается, тоже пожалуй, а вообще-то просто так построили, и она наклонилась, я думаю, что она наклонилась, потому что... Кто же так будет строить? Я вам говорю, это доломит, через него, когда вода протекает, ну и бог знает, что ли вырыть это основание, потому что дом вроде по окнам, что-то не так-то наклонилась, может это просто пристройка была. Так, ну, там что-то есть, или что-то нет. Фотографировались по окнам, а мы с тем, как Рига, как Рига, как Рига, как Рига, как Рига? Вот-вот мы его увидим тут, если он будет. Он подъедет, и я думаю, там на машине. Я уже частично расскажу то, что я бы вам рассказывала уже там внутри. И там я только тогда могу показать, вот это тут вот и тут. Ну, мы будем находиться через приходской зал, пристраивали, скажем, с вами уже видели число над... 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 над дверью, да, и задумывали они... это помещение, как музей, как музей собора, потому что тут считается, что в нашем соборе, после Рижского и Томского собора, самые другие знатые сохранения здесь, ну, во-первых, три министра, да, потом еще один... и по количеству, ну, очень большое это количество, и всякие другие предметы, которые я покажу там, ну, и документы, конечно, которые хотели выставить, ну, это я не осуществлялась. За этой пристрацией, когда ее строили, снесли еще одну достроечку. Это была, так называемая, интересная вещь, ну, хранилище костей, да? Каулукамба все. Такое у нас тоже было. Для чего это? Во-первых, когда в церкви что-то делают, выкапываются эти... Эм... 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 Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Да, ну и что тут, да? Ты видишь, что это не так? Водопилская сна, как в инии, а я истинка. Так как, что ты там привлекаешь. У меня есть машина, да? У меня есть машина, да? У меня это не так. У меня уже будет ваше время. Ну, мне уже будет так. Можем 12 лет? Не логайку по 6 лет? Да, это 6 лет, я буду искрējusi. Да, я не турниру, а не турниру, а не турниру. Капе? Я не турниру. Я не турниру. Я не турниру. Да, я не турниру. Пусть будет продолжать. Пусть будет продолжать.